пьющий просто наш человек здравствуйте здравствуйте сегодня у нас 9 апреля 2015 года каналах подготовка программ плохие новости я вячеслав мальцев со мной студия баба джанин у нас прямой эфир у нас сегодня чистый четверг для классической совершенно ситуация прихожу сейчас сюда к эдику на подъезде висит объявление что на один день отключили горячую воду я удивляюсь сколько я живу в саратове каждый раз в чистый четверг отключают горячую воду нет возможности помыться в этот раз не отключили у меня горячую воду я помылся в чистый четверг представь такой радостный прихожу а к тебе вот не довелось не доглядели масоны с тобой да да проскочил я на этот раз это это не шутка в саратове каждый чистый четверг обязательно по всему городу отключают горячую воду я не знаю почему почему если в крайне нет воды так понятно ну вообще конечно как как бредятину просто вот нам пишет наши споры спонсора вячеслава вячеслава вячеславыча эдуарду на правое дело вместе мы победим потому что сила в правде вот это кстати лозунг сила в правде да ну мы все время говорим об этом вот это же это же слова этого багрова бодрова багрова 2 да да вот интересно мы хотели как-то обсуждали тему мог бы ли бы он стать флагом вот движение мы сегодня будем говорить про так рада правда правда и справедливость в общем-то два основных таких двигателя до для нашего человека для нормального нашего человека не для раба вообще для любого человека силы в правде мне кажется очень хорошо звучит неправда в силе до наоборот в этом смысл а это нам написал андрей таран из москвы он просит сообщить в эфире дошли ли деньги дошли он первый раз послал спасибо пишет что извините мало посылаю сижу без работы ну вот но этот подвиг я не знаю спасибо светлане спасибо также вот вячеславу эдуарду на правой а так это я уже прочитал здравствуйте вячеслав эдуард и все кто причастен к выпуску плохие новости вот первый раз по моему человек обратил внимание что еще есть люди да и мы как-то тоже это самое спасибо большое и от их имени тоже сразу на душе хорошо когда плохие новости в эфире вот как это звучит оказывается вопрос ваше отношение к примаковой какой была бы россии если бы он участвовал победил выборах президента в 2000 году сергей с геленджика я думаю конечно никакой войны бы на украине не было много других вещей не было во первых конечно ничего не разворовали то есть был все в рамках приличия не хочу сказать что все было бы идеально но по крайней мере не было бы такого воровства не было бы такого кумовства понятно что всяких ротенбергов там с тимченками мы не увидели то есть да конечно были бы свои жулики но эти жулики были бы ну на голову на две головы выше ротенбергов с тимченками то есть они были не такие наглые и не такие тупые вот потому что тоже очень важно вот это не замечательно это очень важный аспект тотик кто тебя грабит а вот ты допустил чтобы он тебя грабил на сайт совершенно дебил урод ну тогда и ты значит такой тебе как-то очень плохо а если это человек такой с интеллектом до какой-то с креативом ну ладно тогда пусть немножко пограбит так у нас мы рассуждаем и потому что нам конечно не очень нравится чувствовать себя лохами на представлять кэш плохо когда хоть кто-то тебя грабит но уж совсем плохо когда это ничтожество с тобой делает поэтому конечно при примакой было бы совершенно другая картина трудно мне и и так сказать спрогнозировать ну я не думаю что было бы война на кавказе я уверен что не было бы никакой войны на украине терроризму бы я думаю не было и так далее ну и вот этой вот в правоохранительной системе как как бы эту назвать тенденцию даже я не знаю то есть вообще это создано полицейское государство чё тут говорить при примакой бы не было полицейского государства а соответственно не был бы всех этих геморроев да мы были какие тоже нет гонежи мороз ника от без безусловно были какие-то другие негативные моменты войны с украиной да ну и всего бы не было примаков не позволил сто процентов по нему руслан живой пишет этапов по насчет вчерашнего нашего разговора насчет йода учту украинцы укрепляют фортификации на главных направлениях российские вас войска на тех же направлениях сооружают мосты понтона на северном донце как гласит военная наука концентрация это война а как вы думаете ну я думаю что здесь сейчас больше понтов чем войны причем как как с одной так и с другой стороны все же мы видим что живем в мире где самая главная война информационная и поэтому многие движения войск вы посмотрите путин какие тащил соединение огромные осенью еще то есть там и шли и везли ехали куда не все делись и растворились что ли если бы их всех мы говорили об этом загнать в днр в лнр то там лопнула бы днр и лнр то есть они тогда плечом к плечу стояли по всей территории там негде было бы развернуться то есть безусловно это как бы продукт информационной войны вот я подумал вот такой момент вот поскольку война информационная да и она как бы более локальной становится на какие-то вещи но более кровавые как ты говорил да и вот допустим взять донецкий аэропорт если в это не был камнем преткновения если бы от него не агитационный такой момент может быть там очень гораздо меньше людей бы погибло и не так бы за него грубо говоря цеплялись зубами потому что в нем же как я понимаю смысла стратегического особого нет а я только я прочел те люди которые доказывали что там огромное стратегическое значение не сразу замолчали как только определились с этим аэропортом оказался нет никакого стратегического ну и мы говорили изначально тысяч помнишь летом спрашиваешь а чё это ну есть он там какой-то аэродром тем более вы перерыли вообще бомбы ну да то есть когда он был аэродром он еще какое-то значение имел там уже все новое построить а сейчас все разбито ну все можем к новостям так вот сообщили что на воронежском химзаводе что-то рвануло там надо будет смотреть есть люди из воронежа комментирует как-то в чате вот тут олег нам пишет что думает что скоро скажешь что великую отечественную войну выиграл путин где уже сказали по сказали да тоже ну конечно вот потом сообщили нам что в крыму за последние три дня произведено более 50 обысков вот так вопрос задают давно много новостей вопрос когда отложим на позже значит что сегодня так сказать из истории но важный такой момент что в семнадцатом году большевики из суриха выехали в этот день в пломбированном пресловутом вагоне ну и соответственно я думаю там же ленин свои апрельские тезисы писал и вот когда мне очень часто говорят о чем там по поводу ленина там что-то говоришь такой я говорю возьмите почитайте многие вещи же очень-очень даже сейчас работают вот ну например из апрельских тезисов выжимка такая вот резкая критика войны первое у ленина кончить войну и с демократическим ненасильническим миром нельзя без свержения капитала можно нельзя правильно то есть то даже ту который сейчас происходит ну вот пишет буржуазно-либеральная стадия революции завершена и следует переходить к революции социалистической власть перейти в руки пролетариат беднейшего креста я 100 никакой поддержки временного правительства необходим против вставление блоку меньше мелкобуржуазных оппортунистических элементов и так далее аграрная реформа банковская реформа контроль советов за общественным производством и распределение продуктов и так далее то есть многие вещи те про которые мы говорим сейчас не будучи коммунистами понимаешь того что это но это рычаг это механизм любая структура которая сейчас появится на смену путинского режима она будет следовать именно этому либо все будет разваливаться так вот в милане 4 человека стали жертвами расстрела во дворце правосудия представляешь там какого человека пытались я так понимаю засудить и он своих подельников завалил адвоката а потом догнал еще и судью застрелил ну то чтобы уж совсем кто пытался на мотоцикле уехать его поймали классический вариант то есть если человек не получает то что он считает справедливым мы говорим о правде и справедливости да ну пусть и пусть другие считают что это справедливо но он то это не считает и очень важным именно субъективный вот этот аспект тот кого наказывают он должен считать это справедливо ну надеюсь что это войдет у них как это называется прецедент будет всегда то есть это как аргумент да вы вы точно решили меня это ну да конечно это или или вы вспомните прецедент такой-то до такого такого не жаду конечно аргумент потому что пойми он не прокурор застрелил модельников своих адвокатов застрелил тех которых он считал наиболее так сказать виновными в том что случилось да в липтике столкнулись пассажирский состав и локомотив пострадали 15 человек дачу там укатились какие-то вагоны я так понимаю что халатность это было это такой вот звоночек тоже что конечно когда у нас такие происходят события мы знаем что следом идут более грозные события всегда то есть это такой вот тук-тук такой звоночек и мы говорили что сейчас очень вероятно особенно там в сибири и на дальнем востоке аварии на железнодорожном транспорте в настоящий момент это вот слава богу тут пронесло то есть там легкие травмы получили такие как что даже одного то госпитализировали то потом отпустили у нас опять криминальная хроника идет да у нас именно именно так абсолютно криминальных хроников подмосковье нашли трупы женщин без голов и без ног двух причем вмерзших в лед на клязьме и хотелось бы сказать что лишь вот их никто не искал огромное количество пропавших без вести эта тема у нас замалчивается даже точно никто не знает сколько некоторые специалисты говорят что до 300 тысяч в год пропадать людей 40 тысяч из них дети ну официальная статистика говорит что чуть больше ста пропадает но тоже немало есть предположить что более 40 тысяч не опознанных трупов в моргах а как правило когда не опознанный труп даже если он криминальный то никто и внимание обращать ну что ж ну вот вот такой жестокое самоубийство как в том анекдоте до